Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет. Первое послание к Коринфянам. И я, Андрей Деснинский, читаю свой перевод с некоторыми небольшими комментариями. К пятой главе Павел добирается до темы, которую одни в христианской жизни выпячивают и всячески подробно обсуждают. Другие проскакивают мимо нее, закрывая глаза, лишь бы о соблазнительных вещах не говорить. Но интересно, что Павел обращает на нее меньше внимания, чем на другую тему, на другую проблему. Раздоры, разделения, о которых он подробно говорит в первых четырех главах. А в пятой он вспоминает еще одно. Это тема, связанная с блудом. «Пришли известия, что в вашей среде творится блуд. Да такой, о каком не слышно и у язычников. Некто живет с женой своего отца». Ну, понятно, запрет на инцест, он распространяется и на мачеху. Тем более, что если не очень понятно, отец-то сам жив или нет, или это какая-то такая менажа-труа, да, ситуация, когда двое мужчин с одной женщиной живут. «Вы все гордитесь, не лучше ли вам рыдать, чтобы изгон был из вашей среды тот, кто творит подобное?» К чему он здесь это вспоминает? Вы все гордитесь. Он в предыдущей четвертой главе очень подробно рассказывает о том, как коринфяне ощущают себя такими духовно богатыми, стойкими, сильными. Вот все у них есть. И тут он приводит им ситуацию, которая однозначно показывает, на самом деле у них все плохо. То есть, это не столько повод обличать какую-то, знаете, их такую нечестивость, потому что, ну, это и так всем понятно, это то, что, в общем, на подсознательном уровне и в любой культуре, вот языческой в частности, запрещено. И он просто показывает, смотрите, вот ощущая себя такими продвинутыми, что вы терпите среди себя, что до меня, то хоть я и отсутствую телесно, но духом я с вами. И будучи с вами, я вынес приговор тому, кто так поступает. То есть, он свое решение уже принял, но оставляет за ними все равно возможность по-своему поступить. Вы, собравшись во имя Господа Иисуса Христа, вместе с моим духом, из силы Господа нашего Иисуса Христа, предайте такого человека сатане, чтобы плоть его погибла. Но дух был спасен в день Господа Иисуса. Интересно, здесь две вещи, конечно, очень интересные. Первое, то, что Павел духовно присутствует с ними. Он говорит о, с одной стороны, приговоре всей общины, о том, что община выносит это решение, но он, как ее все-таки наставник и отец, он говорил в прошлой главе, «Я вас родил», то есть, он основал эту общину, он присутствует духовно. Вряд ли имеется в виду, что на некотором спиритическом сеансе он там им является и руководит ими, дает какие-то указания. Но понятно, что вот дух, который так или иначе живет в этой общине, то есть, ну, какое-то устроение, какой-то взгляд христианский на вещи, он проистекает от Павла. И вот он говорит, собственно, вот духовно я присутствую среди вас, и вы, ощущая мое духовное присутствие, можете вынести верное решение. И, во-вторых, что такое предать человеку сатане? Это что же, пожелать его погибели? Нет, он говорит, чтобы плоть его погибла, но дух был спасен. Что это значит? Довольно трудно сказать, но по всей видимости, о изгнании из общины. То есть, он живет по плоти, он спит с женой своего отца. Если он такой выбор сделал для себя, пусть он по этой самой плоти погибает в мире под властью сатаны, предоставьте ему такую возможность. Это его выбор, это его ответственность. Но, соответственно, вот вы, как община, можете молиться о нем, можете стараться ждать его исправления, призывать его к тому, чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса. То есть, чтобы вот эта плотская жизнь была не последним, не единственным. И как раз потребность отделить вот случай очень яркого, очень четкого греха. Не внутреннего какого-то там, кто-то чего-то там не совсем правильно сделал, а вот демонстративного, да, и жесткого очень греха требует, демонстративного и жесткого ответа. Нет, этот человек к нам не имеет никакого отношения. Ни к чему вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска схвашивает все тесто? Ну, закваска – это дрожжи, да, небольшое количество дрожжей или дрожжевого теста способны полностью большую меру, большой замес, естественно, сделать дрожжевым. Избавьтесь от старой закваски, чтобы стать новым тестом. Вы пресные хлебы. Ведь это наше пасхальное жертвоприношение, принесено за нас, это Христос. Ну, на Пасху евреи не ели квасного хлеба, дрожжевого хлеба, ели только опресники, как это называется, но маца сегодняшние – это и есть такого рода опресники. Соответственно, в определенный момент избавлялись от всякого присутствия дрожжей, дрожжевого теста в доме. И вот закваска греха должна быть удалена для того, чтобы праздновать Пасху, праздновать Пасху, которая выражается в присутствии Христа в жизни общины. «Отпразднуем же нашу Пасху без прежней закваски, без закваски порока и злодейства, но с пресными хлебами чистоты и истины». Развивает эту мысль. Я писал вам в послании «Не общаться с блудниками». Видите, Павел писал еще какой-то текст. Иногда думают, что само первое послание Коринфянам составлено из нескольких посланий. Ну, может быть, он им писал много, а только два послания вошли в Новый Завет. Во всяком случае, в первом послании до этого про блудников ничего нет. Так что, скорее всего, здесь он ссылается на что-то, не дошедшее до нас. Конечно, имелись в виду не все блудники этого мира, или стяжатели, грабители, или поклонники, а не то надлежало бы вам оставить себе мир. То есть, имеется в виду отделиться от людей, живущих греховной жизнью, полностью невозможно, потому что и блуд, и все остальное там, стяжательство, грабеж. Вот, кстати, очень часто христиане выступают активно против преступлений на сексуальной почве, против нарушений вот этой заповеди, не прелюбодействуя. Но очень терпимо относятся к воровству, к стяжательству. А здесь Павел перечисляет, много таких грехов, с которыми вы не должны иметь ничего общего. Но невозможно полностью отделиться. Ну, вот мир так устроен, на улицу выйдешь, а там самые разные люди гуляют. Ты не можешь просто с ними совсем не говорить, не общаться, не иметь никаких дел, там не купить, не продать. Так не получится жить. Но, теперь я уточняю, не общайтесь с тем, кто называется братом, но при этом блудник, стяжатель, долопоклонник, клеветник, пьяница или грабитель. С таким не садитесь вместе за стол. То есть, да, в мире есть все эти грехи, но важно, чтобы в церкви они не присутствовали. Важно просто от них полностью отделиться внутри церковной общины. А что там творят эти люди, это их проблемы. К чему мне судить еще и посторонних? И вы ведь судите только своих, а те, кто вне общины, пусть судит Бог. Вот главный принцип. Очень часто христиане стараются навязать свои представления о морали всему остальному миру. Ну, это же правильно, это Бог так велел. Их судит Бог. Но внутри общины нужно быть очень и очень разборчивым по отношению к тому, что творится. Изгоните порочного из своей среды. Это цитата из второзакония. И вот в данном случае ветхозаветная цитата, вполне применимая к новозаветной ситуации. Ну, а дальше мы в шестой главе будем читать об отношениях внутри общины. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!